Вот у меня получилось три кусочки. Три одинаковых. Мы обязательно в первости начинали делать посуду с основания, то есть из пеналка. Берем первый кусочек блины и катаем из двух шариков. Только из первого шара. Вы можете сесть в ваш шарик. Главное, что я буду выводить. Вот. Теперь нам нужно из шарика нашего сделать лепешку, чтобы получилось все. Единственное, в стол я вам советую не вдавливаю, потому что вы потом не отдерете от стола. Вот. Сколько смогли, раздавили в ладошки. Остальное вот так пальчиками помогите. Вот мы сильно тонкая, но не нужно делать. У нас ее надо взрывать и уделить. Вот. Получилась у нас лепешка. Откладываем ее пока на край нашей досточки. И начнем делать стеночку. Стеночку, как один из способов, делали ленточным способом. Берем следующий кусочек блины и делаем из него ленту. Для этого сначала скатаем полбаску. Тоненькую сильно не надо делать. Можно потолще. Такая пойдет. Вот. И так. Раздавливаем ее, чтобы получилась плоская лента. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вы, наверное, догадались, что мы будем делать. Так. Накручивайте. Накручивайте аккуратно. По краю. Ставьте на нашу ленту. А если это взрывалось? Вот. Склеивай. Склеивай. Склеивай ручками. Да. И смотрите, все наши трещинки, особенно вот это расстояние, вот этот промежуток между нашей лентой и дном, нужно пальчиком тщательно замазать. Чтобы вот этой трещины не было, нужно вот это чтобы два кусочка стали одним, единым кусочком. Замазываем сначала снаружи все. Вот как я делаю пальчиком. И потом также нужно замазать все изнутри. Вот изнутри вот это расстояние между лентой и дном тоже нужно пальчиком замазать. Вот. Прям смелее замазывать. Пальчиком, пальчиком. Ты прям пепельницу делаешь. Вдруг. Вдруг. Угу. Призимы. Так, вот у меня часть не получилась. Ну, кто в первую ленту присоединен, можно сделать вторую ленту. То есть, в первую ленту? И заставшуюся кусочку глины опять.